Одаренные дети, легко ли им в жизни? Как правильно их выявлять, развивать и адаптировать? Ведь требования к ним высоки, а должное понимание со стороны педагогов и даже родителей есть не всегда. Эти и другие проблемные вопросы обсуждали педагоги дополнительного образования на тематическом семинаре в Центре эстетического воспитания. Это достаточно такое поле на сегодняшний день, которое надо разрабатывать, потому что дети у нас другие, новые, время пришло другое, и поэтому и работу с одаренными нужно строить по-другому. Главная задача – уметь правильно выявить, далее сопровождать и еще важный момент – продвигать их в будущей жизни, чтобы ранняя профилизация начиналась уже здесь, в Центрах творчества. Чтобы вундеркинды могли выбрать правильное направление для развития своих талантов, необходима разработка программ для педагогов и индивидуальный подход к детям. Но, пожалуй, самое главное – это их психологическая подготовка. У родителей один взгляд на это, они сейчас хотят, чтобы их дети побеждали, а потом они рассказывали бы всем, что их дети побеждают, становятся лауреатами и так далее. А от них ожидают детей много. А с другой стороны, да, эти дети бывают порой социально незащищенными, у них бывают психологические моменты разные, да, встречаются, потому что от них много ждут, они не всегда готовы. По словам Ирины Вениаминовны, эту проблему можно решить только путем правильной работы с родителями одаренных детей. Одним из лучших примеров является Одинцовский центр эстетического воспитания. Сотрудничество с образовательными учреждениями дает возможность учащимся центра выбрать правильный профиль для своего развития. Год назад мы стали апробационной площадкой Академии социального управления. И, несмотря на то, что мы всего лишь год работаем с одаренными детьми, у тех педагогов, которых мы пригласили, опыта побольше. Поэтому мы хотели бы с ними пообщаться, послушать их и посмотреть, как они это делают. А пригласили к нам, чтобы показать, как мы работаем с одаренными детьми. А развивает центр ребят преимущественно творческий вокал, хореография, театральное мастерство, художественная студия. Но выявить одаренных непросто. Одаренность, она не может проявиться вот сразу. Ребенок пришел, и что-то у него сразу получилось. У кого-то на это уходит раскрытие несколько лет. И если педагог увлечется одним и будет заниматься только одним, а остальные останутся без его внимания, значит, их одаренности останутся нераскрытыми. Эту проблему тоже рассмотрели на семинаре и разработали пути решения. Такие мероприятия – отличная площадка для обмена опытом, повышения квалификации и улучшения профессиональных навыков. Старт дан, а продолжение обязательно последует. Влада Шишова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».